Друзья, привет! Слово хавера или хавера переводится как друг или подруга, но вы видите, это также используется как слово парень или девушка, когда мы говорим про отношения. И часто мои ученики спрашивают меня, ну как нам использовать это слово, чтобы нас правильно поняли, чтобы они подумали, что речь идет о бойфренде или girlfriend, а действительно идет речь о настоящем друге. На это у нас есть несколько вариантов. Первый вариант и самый простой, это просто добавить к этому прилагательное хороший. Хороший или хорошая? То есть, если я говорю мой хороший друг хавертовшели или моя хорошая подруга хавертовшели, то уж точно понятно, что речь идет именно о друге. Но у нас есть еще одно слово, которое обозначает друг, и это слово ядид, а подругу уже будет женского рода едида, едида. Также, вы говорите, есть слово знакомый, мой знакомый или моя знакомая. Его не так часто используют в иврите, но тем не менее оно имеет место. И это слово образуется от глагола быть знакомым, от глагола ля кир, корень нун, хав, речь. И первая буква корня нун в этом глаголе, да и не только, имеет тенденцию выпадать. Так вот, слово знакомый на иврите будет макар с приставкой мам, мем и буквами хав, речь, макар. Но женский род будет уже макара, похоже на слово макара, на выражение, что случилось. Но это действительно женский род, знакомая. Ну и знакомые макарим. Его, опять же, редко используют, но используют. Так что запишите себе ваш словарный запас. На этом все, друзья. Ставьте лайк, если эта информация была полезна для вас. Делитесь ее с теми, кому она также будет полезна. Всего доброго.